Льготную ипотеку хотят свернуть. Что будет с ценами на жилье? Чем будет заниматься транспортно-логистический промпарк, который хотят открыть в Агрызе? И татарстанцы смогут получить льготу по транспортному налогу без посещения налоговой. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok Подстегнула льготная ипотека под 6,5%. В Татарстане он вырос вдвое с начала действия программы. Не менее половины из тех, кто покупал строящееся жилье в Казани, говорят эксперты, это инвесторы, те, кто планирует перепродать квартиру, когда она будет сдана и вырастет в цене. А еще многие, кто брал льготную ипотеку, изначально не собирался этого делать. Очень уж условия оказались приятными. Молодой семье вообще достаточно было вложить маткапитал за первенца и добавить своих 150 тысяч рублей. Вот и первоначальный взнос для новой однушки. Жилье стало доступным, но дорогим. Поэтому сейчас в правительстве обсуждают идею льготную ипотеку свернуть, чтобы цены на ажиотажи больше не росли. Тем более Центробанк опубликовал свежие данные по ипотечным должникам. Общий долг россиян по ипотеке к началу года вырос на 20%, а просрочка на 10%. Что будет с ценами на жилье в Татарстане, если льготную ипотеку отменят, мы спросили у специалистов. Первый квартал точно цены будут стоять на месте. Во втором квартале, ближе к маю, наверное, даже к июню, скорее всего, цены, скорее всего, пойдут опять вверх. Но пойдут незначительно в пределах уровня инфляции. То есть это до конца года где-то до 10%, не больше. Связано это, во-первых, с тем, что цены и так в прошлом году достаточно сильно выросли, и рынок должен привыкнуть. Кроме того, то большое количество инвесторов, которые было в прошлом году, в этом году начнут их, естественно, продавать. Потому что эти дома близятся к окончанию строительства, либо уже будут сдаваться. И, соответственно, все эти квартиры выйдут на рынок. И они будут конкурировать, эти квартиры, со стройщиками, с отделами продаж. Соответственно, застройщики для того, чтобы у них были сделки, будут вынуждены притормаживать рост. Поэтому первое полугодие, я не думаю, что будет рост, а потом вот такой будет плавный стандартный рост. То есть взрыва в этом году точно не будет, как и падение. В Агрыском районе, самой северной точки республики, может появиться транспортно-логистический промышленный парк «Агрыз». Его инвестиционный проект на днях оценил президент Рустам Миниханов на сессии с Совета района. 715 миллионов рублей инвестиций потребуются. Они обещают заметно изменить жизнь Агрыза. Там построят специальные контейнерные терминалы. Через промпарк будут совершаться ускоренные грузовые перевозки. Но их еще предстоит согласовать с Куйбышевской железной дорогой. А сам инвестпроект представить на рассмотрение инвестиционного совета Республики Татарстан. Четверть валового территориального продукта формируется на предприятиях железнодорожного транспорта. Но есть, конечно же, огромные планы воспользоваться вот этим географическим положением, наличием инфраструктуры российских железных дорог и создать такую вот площадку промышленную, которая будет и логистические задачи решать, и другие. Мы обязательно поддержим этот проект. Но при этом от руководства района президент потребовал не запускать сельское хозяйство. Сейчас Агрызкий район только на 43-м месте в татарстанском рейтинге АПК. Поднимать долю малого и среднего бизнеса и следить за зарплатами жителей района. В 17 местных предприятиях они ниже МРОД. По закону такого быть не должно. Среднюю зарплату по району в 35 тысяч получается удержать только благодаря тем, кто работает на железной дороге, с которой теперь снова связывают надежды на финансовое благополучие. Татарстанцы смогут получить льготы по транспортному налогу дистанционно. Это касается тех, кто имеет право на такую льготу. Татарстанят участники Великой Отечественной войны, инвалиды, первый и второй групп, граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Полный перечень можно найти на сайте налоговой. Госсовет планирует закрепить беззаявительный порядок предоставления льготы по транспортному налогу. Например, если у льготника две машины, обе зарегистрированы на него, то без обращения в налоговую он сможет получить льготу на одну из них. Причем на ту, на которую налог начисляется больший. По данным депутатов, авторов инициативы, сегодня в Татарстане у каждого десятого льготника по транспортному налогу больше одной машины. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.